ну вот и новый день настал на улице солнце тепло вот наш вчерашняя наша вчерашняя площадка рабочая где-то вдали сосед там что-то пилит жужжит на улице солнышко красота и так тепло и так тепло это грустно на душе так не хочется уезжать я не знаю когда я последний раз такое ощущала даже вам словами не передать словами не передать словами не написать что творится в моей душе сейчас надо вот это все разгребать вот эти ветки но если в принципе мы не успеем до отъезда разгар стейты ветки мы их просто оставим вот так и уже в следующем году будем разгребать мы еще немножечко тут по срезаем кустарники деревни старые больные и оставим так как есть то есть все будет лежать на полу на земле не убрано не сожжена компостную кучу не сложено и в теплую грядку не уложено просто потому что мы не успеваем потом уже весной приедем когда снег сойдет можно будет все это разгребсти может быть мы раньше приедем но разгребтим можно будет только когда снег сойдет конечно красота здесь будет неимоверная когда все приведем в порядок будет здесь такой как парк для отдыха может быть здесь будут пастись какие-то курочки какая-то семейка с петушком с цыплятами может быть по весне здесь будем пускать какого-нибудь поросенка 2 который все по падающие яблоки будет собирать убирать удобрять и и так далее может здесь индюки будут гулять козы с баранами здесь точно не будут они обгрызут все деревья срочно надо в город съездить здесь еще работы столько ну давай быстро съездим туда-обратно и забьем на работу ну конечно забьем на работу хотите смотреть хочется потому что сколько ты здесь не делай все равно мы ничего не успеваем ничего сергей там что-то мастерит да заре стрекозы над яблоней стрекозы летают огромный как вертолеты полчаса назад здесь пролетел военный вертолет миша видел низко говорит полетел сейчас вам быстренько покажу сеянцы по-моему так они называются вот такие саженцы двухлетний яблоньки взяли буквально вот два-три дня назад были в магазине заехали в питомник и купили вообще заехали просто посмотреть что есть питомники питомники не оказалось ничего такого интересного но невозможно было выйти ничего не купив и поэтому мы взяли 3 сеянца на 3 вот таких вот значит яблони первое осенняя радость осенний сорт высоко высоко зимостойкий ура урожай ежегодные обильные так к парше но тоже там написано к парше устойчивый так далее потом яблонька семереньковиц и и и и яблонька орловский пионер в общем вот три вот таких вот красавца взяли посадим конечно мало надо хотя бы еще ну не знаю 5 хотя бы я бы не купить но это мы просто заехали в питомник по пути и вот взяли 3 сеянца таких 3 саженца потом как-то подойдем к этому более серьезно в следующем году и наверное еще возьмем яблонек возможно не только яблонек а сливу может какие-то еще может быть грушу посмотрим ну в общем надо конечно деревьев прикупить будет потому что сад большой но там много старых деревьев поэтому надо пополнять пополнять растительность саду чтобы не было так что старые яблоньки срезаются а молодые еще не подросли он яблоки висят красный красивый ладно мне ехать надо в город выезжаем быстренько туда и обратно не причесаны не одеты срочно нужно в город съездить и вернемся одеты мы по рабочему поэтому только туда и обратно я даже в своих красивых колхозных туфельках родные места родные дороги леса такое вот ощущение у меня к этим просторам теперь да грустно вон смотри вон грибок я правда не знаю чё за гриб это подосиновик чем уже вот так сорвать или как его так точнее не поганка никакая ой какая у него ножка красота обалдеть и вот тут смотри еще вон вон только я не знаю что это вон еще смотри груз нужен груз чтобы солить не будем брать его да а вот смотри их много когда соли какая красота обалдеть какая радость какая радость столько елочек посмотрите сколько елочек маленьких какая прелесть гуляем смотрим ищем просто проезжали мимо в город съездили по делам по очень нужным важным дурацким юридическим делам и остановились просто а вот смотри вон еще один что это макс вот это нужен точно под березовик здорово два грибочка смотрите уже ну-ка что еще есть эти клещи лосины из заразы в лицо лезут ай смотри вон какие-то маленькие растут смотри ну это наверно какие-то поганочки да так ну вот здесь только нагнувшись можно провести что еще видно как класс мне так нравится за грибами ходить там корзинка собой нет никакой не корзинки ничего приходится так вот нести в руках не можно вырезать пожарить не давай лучше вот такие молоденькие в другой руке покажи а вон еще до ну давай посмотрим его пусть кто-нибудь сорвет какой огромный ну что дорогие мои вот такой вот улов пять минут по лесу по небольшому и у нас вот два рыженьких вот такие подосильные и два и два под березовика вот такое количество буквально сколько пять пять-десять минут мы прошлись и нашли вот такие грибочки солнца нет но не капает ничего и погода в принципе хорошая нашла ешь да решание несет черный материал такой тонкий мама когда-то помог фикс прайс называется магазин покупала вот такой магазин в магазине фикс прайс лишь а больше нет там да вот такой вот но он тоненький совсем он я не знаю может быть для клубники вот здесь нарисован он подходит а так что прям сорняки не росли он конечно не подойдет совсем тонюсенький вот прозрачный аж ну сейчас в общем папа попробуем его посмотрим что получится на чтоб сорняки не росли я думаю его между рядами посадить этот материал на его мало совсем между хотя бы вот между вот этой грядки ну да и вот эту или хотя бы одну вот эту центральность и сделать чтобы здесь не росло чтобы можно было когда приедем ходить здесь хотя смотря когда мы приедем если мы ранее ранее весной приедем то в принципе все будет нормально вот если чуть-чуть запоздаем то опять будет все в буренах здесь все бы все все зарастет теперь придется косить надеюсь малина наша не зарастет полностью но и мы будем закладывать сеном всяким там навозом поэтому здесь принципе не будет расти трава еще к тому же эти грядки у ляжутся усядут утрамбуются ладно попробую черный материал он все равно есть его больше как бы никуда не наши сейчас подумала надо было брать еще сюда малину было бы у нас два ряда логично так мы в москве и убрали малину а так и попросту это сделать не пропасту это будет теплая грядка которую мы в следующем году посадим малины то сейчас нет вчера была в питомнике и когда позавчера и там у них малины не было то есть москве надо брать но ты заложила черным материалом лёша мне сносит доски я вот решила попробовать не знаю как это сделать если просто досками выложить то вот в этих щелях прорастет если чисто черный чем материал то тоже просит том что он тонкий я думаю может быть черный материал плюс доски это доски в принципе они сухие да они не очень ровные не знаю для строительства не так сказать так себе подойдут это из подпола а может нерациональных использовать так не знаю не могу понять не могу понять правильно делаю или нет чем лёша мне приносит доски сейчас попробуем чего-нибудь сделать такой вот правильно неправильно но вы пишите в комментариях могут что-то вместе как-то к чему-то придем какому-то консенсусу какому-то какой-то идеи какое-то пониманию как это нужно сделать правильно конечно пока у меня видео выпу выйдет и две недели пройдет но все равно мне эти советы все равно пригодятся если я буду что-то исправлять тоже следующем году буду складывать доски у меня сейчас нет собой треноги нет сил идти за ней доски хоть и сухие но вот я встала на одну и она тут же сломалась то есть они в принципе старый ты из-под пола такие старые доски но сухие старые сухие вот так скажу не знаю сколько им лет но они разломаются это не очищай полностью все так немножко этому же чуть-чуть осталось так параллельно земле сейчас я возьму другую грабельку и этой грабельку уберем все 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 мишеньки и остальное другими грабельками все такая куча листы получилось такая вот ее мы никуда не денем хорошо было бы зеленую теплую грядку траншею но у нас нет времени сейчас делать я оставлю эту оставлю эту кучу думаю она никуда не денется отсюда а куча это вот отсюда вот отсюда эта куча здесь вот так разгребла не видно вам не видно здесь такая как низинка здесь по весне идет ручеек вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда и прям в пруд расчислила ее для того чтобы вода как-то проще легче проходила но и по обрезала здесь немножко деревья которые мешали здесь он какая красивая две березки красавицы если помните это место здесь мама пробивала путь я здесь что-то снимала здесь большое количество вот таких вот маленьких деревьев которые пробив прорастают это тоже надо будет конечно все убирать просто на все не хватает время надо обрезать это секатором в общем здесь такая будет площадочка с видом на пруд вот эти кустарники и кусок забора уйдут здесь будет открытая такая местность делаем какую-нибудь площадочку может быть здесь какую-то крышу небольшую сделаем как беседка что ли для детей в общем вот такие дела вот так вот выглядит теперь наш маленький большой участок тот участок на котором мы работали вот так вот две теплые грядки докупим надеюсь завтра может быть еще малины и посадим сюда вот миша по грядкам привет уранища привет уранчик привет мишенька не бегайте здесь он по грядкам будет бегать а а честно залезет в воду пошел попить миша по грядкам будет в ранчик если ветка обломится то я на тебя упаду я забралась на яблоню миша вот там кушает вкусное сладкое яблоко я вот к этому тянусь смотрите какая красота во сразу 4 3 4 яблока растет во и там тоже очень сладкий вкусный но яблонька это наклонилась вся лежит полулежа внизу высоко извиняюсь за свою съемку я держусь одной рукой фактически вон там тазик у нас яблочками в общем вот еще я . очень сладкие вкусные яблочки слушай миша за самое сладкое яблоко здесь всем привет новый день сегодня не собираюсь много снимать потому что осталось сегодняшний день и завтрашний день и все и нам нужно будет уезжать время на съемку просто нет поэтому по чуть-чуть понемножку что-то может быть покажу но не все миша тут мишу ищет друга своего привет уранище он с палкой бегает сосед пришел с ураном уран довольный с утра с мишей поиграть и зазорчику смотрели значит просто так вот и и он просто нажимаешь а он просто есть такая пословица перед смертью не надышишься вот у меня такое еще состояние я пытаюсь насмотреться перед отъездом иду по своей земле пытаюсь запомнить запахи звуки понимаю что когда я буду монтировать это видео я буду очень далеко и для меня это будет не просто шаги по какой-то траве для меня эти кадры будут очень очень дороги с тяжелым сердцем приходится уезжать с того места которому я за это короткое время так приросла почувствовала своей эту землю вот участок конец участка забор а вдали виднеется наши постройки забор здесь конечно надо будет делать он здесь сломался и часть его отсутствует пройду немножечко дальше и покажу вам вот остатки забора это и есть граница нашего участка конечно же надо кадастровый инженера чтобы он точно установил их участок отмежован осталось только точки на земле поставить максим соседом разобрались что там в пиле мешало ей пилить и топиливают какие-то остатки небольшие хорошо когда есть рядом умный толковый сосед пила теперь работает и думаю в следующем сезоне она еще нам послужит да это наверное робин какой-нибудь жил не давай положи куда-нибудь ну а я с вами прощаюсь всем спасибо за поддержку за комментарии за лайки за рубли большое всем спасибо увидимся в следующем следующей серии сериале под названием жизнь